На рулетке чате говорили, чтобы Аллах то, Аллах то, как правило Аллаха, ругался, короче. Это нормально или нет? А кто ругается? Ну, один русский, ну, губы покрасил, глаза покрасил, пьяный, что говорит Аллаха, пидораза, Аллаха то, Аллаха то, короче, ругался. А я вам говорил, что-то плохое про Аллаха? Да нет, просто я спрашиваю, это нормально? Не нормально. Он совершенно ничего не знает. А у меня книга, у меня вышло 30 томов книг, и одна книга посвящена этой книге. Я сравниваю каждую суру, аят с Библией, сравниваю, что за 1300 лет было. Я очень часто мусульман в пример ставлю своим христианам. Как они умеют женщин охранять? А у нас, я как-то был на собрании на одном, там мулы и имамы были, большое собрание, уважаемое. И мне дали слово. И я спросил, скажите, уважаемое, какой процент девственности сохраняется до брачной ночи у вас? Вы не поверите? Они меня не поняли. Как какой? Так она обязана себя хранить. Вот и ответ. Я говорю, у нас уже в седьмом классе она вторую букву алфавита называется. Ну да. Вот как. И поэтому мы ставим в пример. Но наша община, она одна такая. У нас все одеты женщины. Красивые. Вот зайдете, когда на наш YouTube, вы увидите. И у нас она, когда из церкви идут, а тут с юга работают мужики. Ну, там, туркмены, узбеки. И они, когда увидят наших сестер и говорят, это наши сестры, мусульманки. А мы говорим, это христианки. Нет. Они так похожи на мусульманок, что они их за своих считают. Платья до самой земли. У нас нету ни абортов, ни разводов. Да, да. Да, разводов все нету. Вот так. Мы Бога боимся, мы Богу молимся. Я говорю, тут мусульмане, я говорю, что самое ценное в исламе? Они не знают. Я говорю, намаз пятикратный, что вы такие глупые. А у нас девять раз мы молимся. И после каждого намаза сто поклонов. Да, да, да. Поэтому, когда мы ехали дорогой, мы проехали 120 тысяч километров. Я в 650 городов подарил книги свои, 38 томов, которые у меня вышли. И если на дороге там работают мусульмане, ну кто там, таджики, узбеки, туркмены, нас в обиду никогда не дадут. Эти люди любят, когда другие молятся. Конечно. У меня оружия нет, руки чистые. Вот начинают спрашивать, а вы не едите свиньи? Ну, я говорю, мы вообще мяса никакого не едим. Не потому что нельзя, а потому что мы себя воздерживаем. Вы никак из этого места не едите, да? Никакого не едим. У нас алкоголя никакого нету, никакого, ни пива, никакого. Нуль. Сколько лет вам? 81-й год. Ого. Вот мне пришлось отсидеть в пяти тюрьмах за слово Божие. Мы благодарим Бога, что Бог позволяет нам свидетельствовать о любви Божией, чтобы люди жили по-христиански, чтобы не разбойничали, не сквернословили. Сейчас вот выходят маленькие мусульманские дети, матерятся. Я говорю, у вас никогда этого не было, у вас уважение как к сокалам было, он меня на трибуку посылает. Я Аллах, а сам материться, я говорю, вас разве так делали? Настоящие мусульмане тебе голову сняли с тебя, с дурака такого? Конечно. Мы были... Сейчас люди молодцы, много чего говорят, пока они не знают, что это у вас. Мы в Дагестане когда были, на второй этаж в библиотеку идти, я книги дарил, на 35 миллионов подарили мы им. И написано стрелкой комната для намаза. Мы директора спрашиваем, а можно пойти помолиться? Он говорит, вопросов нету. Он сразу раз, позвонил, нам открыли, мы разулись, зашли, все засняли. Мы по-своему молились, по-христиански, просили мира Дагестану. И это все заснято, и мы показали. И когда в доме Мулы ночевали мы в Баку, там тоже была беседа. Они очень грамотные. Мула на шести языках разговаривает, а жена его на четырех. У нас таких я ни одного не встречал. Очень высокий уровень образования у тех, которые, не тех, которые матерятся. Эти ничего не знают. Ну, когда-то у взрослых будет, все понимает. Надо Бога любить. Мы родные все по Адаму. А родные духовно, мы по Христу родные. Господь за нас умер. Мы в это верим, наши храмы открыты везде. Вот если есть какие-то вопросы, можете задать. У меня нет вопросов. У меня есть вопрос к вам. Давайте. Вы и мусульманские Кураны тоже считаете, да? Я не просто считаю, я им занимаюсь. Я могу сказать, сколько в нем букв даже. Вот говорит, я спрашиваю мусульман, а почему не считаешь? Да книга большая. Я говорю, по одному часу считать, это мои данные. 16,5 дней надо, чтобы прочитать Коран. 16,5 дней. А чтобы Библию прочитать, нужно 93 месяца. Это в 5,6 раза больше. У меня книги 38 томов вышли. И один том посвящен Корану. Я каждую сурой аят вывожу из Библии. Копроисхождение. Что за 1300 лет были говорены политическими деятелями, поэтами, мусульманами. О них тоже сказал. То есть это полная книга. Вы книга сам будет писать? Да, это мои. Я автор этих книг, автор. А, автор этих книг, да? Ну да. У меня много вопросов. Я в пяти университетах вел занятия. Три программы каждую неделю. Девять школ. Все отделы милиции, воинские части, заводы и паблики. Это все подо мной было. Бог дает это. У нас в Барнауле очень хорошие, так называемые, межконфессиональные отношения. У них, у мусульман, большая мечеть здесь. Прямо недалеко там католический храм, костел. И нас собирает глава администрации, и мы бываем здесь. У нас вражды никакой нету. Мы живем, как одна семья здесь. Конечно, все. В одной земле, кто живет, должна одна семья. Вы видите, кто как что ищет, наверное. Ничего не отличается. Просто всем, что в отличие нормальной любви. Мы христиане. И поэтому для нас не религия важна, а Христос. Он умер за меня и воскрес. Они говорят, а у нас он пророк. Это твое дело. Я твою книгу не трогаю. Ты делай, как хочешь. Я христианин. У нас есть инжилы в Евангелии. И у вас в 5-й суре, в 46-м, аяте написано. Нам дал это Бог. Я ссылаюсь на вашу книгу. Мы с радостью это делаем. Если у вас будет желание встретиться, что-то узнать, вот просто два слова запомните. Игнатий Лапкин. И в скайпе вы меня найдете сразу. Еще раз. В скайпе. Скайп. Игнатий Лапкин. Лапкин. Надо Лапкина писать. Лапкин, Игнатий. Это я. Лапкин, да? Да, Лапкин. А Лапкин? Лапкин. Слово Лапа, так уменьшительно. Лапкин. Да, Лапкин, да? Да. Только на скайпе, что ли? Да, по скайпу. А если по скайпу зайдете, я могу скинуть все материалы. Наш ютуб-канал. Он называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». У меня здесь в этом, в ютубе 17800 роликов. Как называется ролик? «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Да, канал «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Можете открыть. Хорошо, мы посмотрим обязательно. Обязательно. Вам понравится, когда посмотрите, как у нас сёстры одеваются. Какие мужчины, все с бородами. У нас нет безбородых. Да. У нас очень... Но откуда? Город Барнаул, Алтайский край. А, это с краю, да? Да, ну это северный нас Новосибирск. У вас холодно, да, сейчас? Ну, сейчас вот три дня, так, ничего, где-то градусы 3-4 всего. А то было почти под 40 подходило. Ну, нынче всё как-то благополучно. И долго снега не было, и сейчас потеплело. Ну, ладно, вам удачи. Всего хорошего, с Богом, счастливо. Да сохранит вас Господь. До свидания. Коран. Ну-ка, давай, давай, рассказывай, что тут написано. Мне нужно, чтобы вы знали. Пятая сура, 46-й аят, о чём говорит? Прочитай. Вот и не знаешь. Я, я, а чё знаешь-то? Здесь ни одной мусульманки нету, вы не обманывайте. Они берегут своих жён. В это место разврат, они никогда не пустят своих женщин. Вы даже не подкладываетесь под них. Напрасно это. Мусульманка, я мусульманка. Ну, только так, что, может быть, по рождению. А по поведению вряд ли. Они своих сюда не запускают. Они охраняют своих женщин. Да? Да. У него дома 4 жены, он ищет ещё 44. А женщин охраняют. Они в хиджабе. Вот без покрова на голове их нету никого. Я мусульманка. По названию только одно. Это место разврата. Оно сквернит человека. Правду говоришь, дедушка, правда. Ну, вы поняли, что я вам сказал? Да. Вы, мусульманка, не должны здесь близко, на 100 километров не подходить к этому разврату. Ваши мусульмане, мужья, умеют их хранить. Мужа нет пока. Они многое берут из Ветхого Завета. Если женщина до брака спала мужчина, она достойна смерти. Не-не-не. Такого храна... Таких хранных вещей не делаю. А ты что потерял, дед, тут? У вас половина лица только видно. Вы прямо сядьте, чтобы видно было. Я разговариваю с одним глазом. Мне страшно на вас смотреть. Знаете, почему? Да, потому что я говорю о Слове Божьем. Вы боитесь, трепещете все. Я только перекрещусь. Мужчина даже... Мужчина сидит, 20 человек, они все падают. По-мирски сказать. Особая энергетика, как они говорят, от крестного знамения. Вы не считаете, что тут где-то живут у нас в стране? Мусульмане настоящие в Тунисе, Дубаи, Саудовская Аравия. Вот они где настоящие-то. В Дагестане. Да, в Дагестане мы были не один раз. Но в Дагестане тут уже осоветчины, не очень-то так. Мы в Дагестане были с миссионерской поездкой в доме Мулы ночевали. Ходили в мечеть, молились. Потом в храм православный ходили. Мы в мечеть ходим, в храм не ходим. Мы в Библию не читаем. Я не вижу, с кем разговариваю. Вот видите, я уже сказал вам один раз, а вы все равно свое. Сядьте прямо, как я сижу, прямо перед экраном. Зачем? С человеком разговаривать зачем? Раз мы на разговор вышли, значит мы не чужие друг другу. Вы, может, меня поколдываете как-то? Видите, вы на своем настаиваете. Во-первых, мусульманка, она так не ведет себя. Не знаю, я испугалась сразу. Мы были в мусульманских республиках, в Турции. У меня вышло 38 томов книг, и я дарил их во все библиотеки. И были мы, шесть мусульманских республик прошли, Турцию. Видите, вы наконец-то все ушли. А вот мы были в Чечне, нас пугали. А наоборот, девушки вышли, сфотографировались с нами в библиотеке. Мы не враги, мы православные христиане. Вы никогда не увидите, чтобы мы какое-то зло сделали. Мы молимся семикратно в день, до два утром вечером. И так девятикратный намаз в день, и по сто поклонов каждый раз. И как вы молитесь? Покажите, пожалуйста. Как молимся? Мы взываем к Богу. Молитвы считаем, потом своими словами выражаем пожелания. Мы молимся за всех правителей мира. Вы христиане? Да, мы христиане православные. Вы так и не вылезли оттуда. Вам не нужен этот разговор. Так, давайте прощаться тогда. Давай. И главное, каждый раз спрашивать дела. Где вас учили, это спрашивать. Мои дела вам и не нужны совсем. Это пустой звук. Вам нужно один вопрос задать. Чем мы можем быть полезны друг для друга? Мы встретились, у каждого свой жизненный багаж, свои таланты. Я пришел с великим сокровищем. Единственная книга, которая беспрекрасно отвечает, кто такой человек и кто такой Бог. Вы считали ее? Вы считали ее? Да. Скажите, сколько книг в этих корочках? Сколько книг в этих корочках? Ну, если честно, не помню. 77, запомните. А сколько в Новом Завете? А сколько в Новом Завете? 27. А сколько Евангелий? А сколько Евангелий? Четыре. Матфея, Марка, Луки и Анна. А сколько в Торе? Отд wars, все . Единственная книга.